Так, Сатурн, 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 13 июня 2021 год, Харьков, Дубль 3, 4.06 по Киеву в Харькове. 1 миллиард 389 миллионов километров до нашего красавца неуловимого. Ой, долго я же за тобой охотился, что это нам-то погода с природой, то мои фейлы не давали тебя снять, но сейчас вот даже несмотря на ощутимую дымку и прямо скажем облачность местами, Сатурн мы зацепили. Дубль 3, первые два дубля были сняты при настройках светочувствительности ISO 125, сейчас я повысил светочувствительность до ISO 400, это я себе озвучу. Вам на это внимание обращать не надо, вот-вот. Видишь мой золотой, ты посмотри, прям по горизонту ползет, не по диагонали, там вверх-вниз, а как раз мы его поймали в тот момент, когда он параллельно горизонту. Так, это ISO 400, съемки ведутся на фотоаппарат ником Кулпикс Пи-1000. Никаких дополнительных приспособлений, кроме штатива нет, это я уже озвучиваю тем, кто постоянно спрашивает, что за телескоп. Нет телескопа, фотоаппарат, штатив, все, 1 миллиард 389 миллионов километров, визуально уже не наблюдается Сатурн на небосводе, потому как уже слишком светло. Мы близки к самому короткому, ой, к самой короткой ночи, жалко, не видно Титана, в году. Да, газовый гигант. Сейчас посмотрим еще на один газовый гигант. На Юпитер. А недавно я прочитал, что Сатурн, оказывается, средняя плотность Сатурна меньше, чем плотность воды. И если бы Сатурн положили в воду, он бы плавал на поверхности. На что очень резонно было в комментариях отмечено, где мы найдем столько воды, чтобы ваше утверждение проверить. И, ёлки-палки, это действительно так. Не проверишь. Это не про веру. Вернее, это-то как раз про веру. Но достаточно покопаться в физике, я думаю, чтобы убедиться. Так, ладно, пошли посмотрим на Юпитер. К сожалению, один из спутников... Ну, вообще, все, ты видишь, вообще не видно. На небосводе уже слишком светло. Один из спутников Юпитера. Четырёх Галилеевых имеется в виду, наиболее известных. Йоганимет. О! Вот он наш Юпитер. Юпитер-то ещё как раз хорошо видно. Юганимет. Калисто. Европа. Название спутника Йоганимет всегда сбивает меня с толку. Потому как я его по привычке перевожу Как расшифровывал аббревиатуру Как исполняющий обязанности Европа сбивает с толку С тем, что в данном случае это не континент А спутник А Калисти сбивает тем Что я забыла, что он в доме его пишется Нет, тебя мы точно не упустим Ты слишком Слебрати Публичный Как хорош Юпитер В 4 часа утра При настройках ИСО 400 Ну, разве не начало поэма Ну, что я хочу сказать Я вижу Калиста Он сейчас от центра правее экрана Смещается к правой стороне экрана Сейчас исчезнет из кадра Раз, два И исчезает А вот дальше идет Ганимед Крупнейший спутник Потом Европа упомянутая Впрочем, они все упомянутые Да и Юпитер Все еще ползущие Сатурн у нас уже Горизонтально шел А Юпитер, очевидно Задирают носки вверху А-а-а Да, но видно, что при ИСО 400 Уже идут А размытия Что-то у нас выдержка такая Темная У меня палка за ним Что-то у нас выдержка понижена Сейчас мы увеличим Вот как у нас светло Ребятки, на самом деле Ужасно светло Так что, наверное, хорошо Что было понижено Прекрасно вижу полосы Просто